Ага, слава богу, так сейчас и у нас здесь, так, ну все, сейчас сделаем демонстрацию. Помолимся? Господи, благослови наше занятие. Не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла Святой Библии. Господи, благослови нас, даруй нам правильные слова и мысли и общение между братьями, якобы ты благословен во веки веков. Аминь. Мы остановились в Евангелии от Иоанна, пятая глава. Начнем чтение. С 1 по 4 стих. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болеем. Вот интересно, что Бог еще тогда являл свою милость, и в такие купальни устраивал, что посылал ангела, и тот сходил и исцелялся человек. И самое главное, первый, то есть кто именно первый войдет туда, тот исцелится. И вот как вы думаете, мне интересно, может у кого-то есть какие-то соображения на этот счет, почему, для чего он это все устроил, и почему у меня первый, кто войдет, исцелялся, что этим он, на что это указывало, может он что-то этим хотел сказать, показать, как вы думаете, интересно, участвуйте. Там еще что интересное, то, что по слову Бога сходил ангел, да, возбуждал эту воду. А если бы Господь не сказал бы ангелу, он бы и не сошел туда, и никто бы не исцелялся бы. Наталья, давай, ты сто процентов, ты можешь что-то сказать. Усатая Наталья. Так я сказала, что не слышно? Так, стоп, у меня звука нет, оказывается. Прошу прощения, у меня звука не было. Да, звук отключился. Владислав, как думаешь ты? Да. Ну, я думаю, что это вообще прообразует как бы дело нашего спасения, в том плане, что бегите, чтобы получить, как апостол сказал, и здесь кто первый приходит, тот и получает. А вот по поводу ангела, возможно, это как-то сообразуется с действиями апостолов, проповедников. Ну, как-то так. Ну да, вот, кстати, интересно, что ты подметил, что апостол Павел говорит, говорит, бегите, что вы получите. Бегите так, как будто получит один награду. Получает, говорит, один награду, и вы, говорит, так бегите. Да. Ну, вот я тоже свою мысль. Там еще что интересное, там люди-то получали-то исцеление тела, получали ли они исцеление души? То есть, если тот человек, который там 30 лет возле этой купальни, да, он не мог сойти, то есть некому было его поднести, то есть он осознавал свою греховность, а другие-то люди, которые приходили туда, получали, что исцеление плоское? Не исцеление же от грехов. Ну, вот это преобразовывало, мне кажется. Да, вот это еще веткая. Вот мне, знаешь, что мне кажется, что исцеление, то есть этим тоже преобразовывает то, что исцеление получал наиболее ревностный в деле, который не к врачам там ходил, а хотел именно божественного исцеления от бога. Да, и как бы первый же получал только тот, кто, ну, постарался больше всего. Или кто услышит слово Божие, да, и по слову Божьему побежит и покается перед Богом, и получит исцеление, врачевание души и тела, то есть прощение грехов. Бог дает такому человеку покаяние. Вот у меня так было, я начала читать Евангелие, да, то есть у меня я читала сначала про себя, а потом громко начала читать, и уши мои начали слышать слово Божье, да, и оно меня сразу обличило, и я сразу на колени склонилась перед Богом. То есть это слово Божье, оно как эта купальня, ведь это да, да? А, ну да, можно и так даже представить. Брат Вячеслава, ты будешь прочитать толкование святых отцов? Да, сейчас будем читать толкование. Господь идет на праздник частью для того, чтобы не явиться противником закона, но показаться участником в празднике народа, частью для того, чтобы больше числа людей привлечь к себе и учениям, и знамениями, и особенно народ бесхитростный. Ибо на праздники обыкновенно сходятся и земледельцы, и городские ремесленники, которые в прочие дни занимаются работами. Купальня называлась овчью, потому что к ней пригоняемы были жертвенные овцы, и в ней омывались их внутренности. А вот это интересно. Многие думали, что вода получала некоторую божественную силу от одного того, что в ней омывались внутренности жертв. Что? Потому и ангел сходил на сию воду, как на избранную чудодейству. Кажется, божественный промысел предуставил чудо в этой купальне для того, чтобы издалека вести иудеев к вере во Христа. Так как имело быть даровано крещение, имеющее великую силу и величайший дар, ибо оно очищает от грехов и оживляет души, то Бог преджвописует крещение в иудейских обрядах и дает иудеям, например, воду, очищающую их от нечистот, хотя и несущественных, а мнимых, например, от нечистоты вследствие неприкосновения к мерцветцу или прокаженному и много подобного. Дает также и чудо этой купальне, руководствующееся их принятию крещения. Ангел, не сходивший по временам, возмущал воду и сообщал ей целительную силу, ибо не от естества воды, чтобы ей исцелять самой по себе, в таком случае добывало бы всегда, но все зависело от действия ангела. Так и у нас вода крещения есть простая вода, но через божественное нисхождение, получив благодать духа, она уничтожает душевные болезни. Слеп ли кто, то есть имеет поврежденные очи душевные и не может различать добро от зла? Хром ли кто, то есть неподвижен к деланию добра, при успевании в добре? И сох ли кто совершенно, то есть находится в состоянии отчаянной и не имеет в себе ничего добра? Вода сия всех исцеляет. И тогда слабость не позволила некоторым получить исцеление. А ныне мы не имеем никого препятствия к окрещению, ибо за воздролением одного прочь не остается без исцеления. Но хотя бы вся вселенная сошлась, благодать не уменьшится. Вот видите, это прообразовывало крещение, показывается, и подготавливало тогда людей к этому. Также и по закону было, что надо было омываться, что если ты, допустим, прикоснешься к мертвецу, то ты становишься как бы нечистой. И это, мне кажется, тоже было для нас, как в духовном, то есть что мы, на самом деле, если перевести, мы не должны соприкасаться с мертвецами. Мы от них не должны ничего принимать, как бы с духовными мертвецами. Потому что если ты к ним соприкоснешься, то есть, допустим, с миром, начнешь дружить с миром, с духовными мертвецами, то ты будешь как бы осквернем, то есть ты вот эту мертвость в себя получишь от них. И тем от Бога отойдешь. То есть это прообразовывало, мне кажется, то же самое. Как апостол Павел сказал, брат, я тебя влюбью, изведи. А апостол Павел сказал, не любите мира, не то, что в мире. Да, это сказал апостол Иоанн, не любите мир, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви очень. А в другом месте он еще сказал, а, Иаков сказал, что прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миром, тот становится врагом Богу. То есть не просто даже дружить с миром, а кто хочет только быть уже, и уже становится врагом Богу. Даже намерение, если есть такое у человека. То есть это говорит о том, чтобы не прикасаться к мирским людям, правильно? Это в духовном смысле. Да, в прямом смысле с ними не иметь ничего, имеется в виду. То есть в духовном смысле к ним никак не прикасаться. То есть ничего от них, вот как вот Иоанн Златоуст говорит, неверующие люди, или, это говорит, для нас должны быть, то есть их мнение, как там пискомара, жужжание жука, карканье вороны. То есть никак не должно это нас касаться, и мы с этим никак не должны. То есть течение мира, вот эти все стихии мира, допустим, мода там, не знаю, спортивные мероприятия. Вот все, чем мир живет, к этому мы не должны прикасаться. А если мы к этому прикасаемся, то мы становимся врагом Бога, и нам нужно уже очищение нам от этого всего. Потому что люди мирские живут этой жизнью, а мы в надежде на вечную жизнь. Да. Ничего общего нету просто, ничего общего. И мы только можем, в чем у нас соприкосновение с миром? Только про проповедью мы можем. Да, вот только все общение должно заключаться только в проповеди, в благовестии. Но, да, невозможно проповедовать Христа, будучи в миру. То есть надо быть вне мира, и тогда можно Христа проповедовать. А когда ты внутри мира, то тебе нечего проповедовать, ты мертвый, как и все прочие мертвецы. Только погребать можешь мертвецов, и делать эти гробницы святым, мощи там всякие. Ну, то есть почитать их всячески. Потому что мертвый и мертвых вычитаешь. То есть и почитать их не просто, не дела их, а именно величать их, почитать все время. О делах их даже ни капельки не думать, какие они дела-то делали. Я могу стоять только за себя. Слава Богу, что Бог открылся мне. У меня никакого нету дела до мирских людей. Общего, ну как общего ничего нету? Общая земля, общий воздух, дышим, ходим по земле. Много чего общего. Ну, в их всех делах здесь самое главное не принимать участие. Потому что ты становишься врагом против Бога. Если ты за мир, я так понимаю. Ну, прямое слово, прямое слово нам говорит, запрещает нам дружить с миром. Просто запрещает. Понятно. А как-то навести себя, если брать, а все, они смеются, говорят, ты уже фанатиком стал. Ты типа религиозный, а не религиозный. Я верующий, я просто верю в будущую жизнь. Вот и все. А фанатик – это хорошее слово. Фанатик, фанат – это тот, кто готов положить свою жизнь за идею. А ну, а христиане… Если христианин не фанат, то есть не готов положить за Христа свою жизнь, то это не христианин просто. То есть вот и все. Мне трудно общаться с моими родными, потому что все родные или пятьдесятники, или бывшие пятьдесятники, и там такое. Но я всегда говорю, там в седьмой главе «Атмосфера», по-моему, написано «Не мечите бисер перед свиньями». То есть, говоришь одну, а тебе переворачивают, говорят, другое. Ну, тяжело. Пока не стоит, ничего не говорю. Это за себя я могу сказать. Ну, брат, как ты так вылез? У тебя многие родственники, а ты как так вылез? Это вообще чудо. Я уже был одной ногой там, в секте. Я думал, что принимать водное крещение. Но я потом встал на колени, помирился Богу. И включил YouTube, увидел играть на Тихо Решалапкина. И как бы пленка слезла с моих глаз. Я увидел, что православие – это воистину вера, как сказать, правильная, а не пятидесятники. Ну, ничего, за все, слава Богу. Они думают, что я типа уже как бы отпадший. Ну, мне не важно, как ты сказал, как это. Мне их не важно. Это мне их не – это писк, комара, жжание жука и карганево ровы. Я это же сказал. Слава Христу, что Господь тебя вытащил и спас. Это вообще большое чудо. Что за цепкие лапы вот этих сектантов. Даже написано же, после первого, второго, геротика после первого, второго вразумления отвращайся. Ибо они развратились, будучи самоосуждены. То есть причина одна – развратились и уже сами себя осудили. Я понимаю, что отвращаться, ну как, у меня семья, у меня сестра, ее муж, как сказать, епископ. Но я понимаю, что это все в кавычках. Ты понимаешь, когда я услышал правду, когда меня Игнатий Тихонович научил понимать Библию, я понял, что их вера – это в кавычках. Ну, за все, слава Богу. Бог дает силы, поверь. Стараюсь тогда ходить. Ну, я стараюсь не разговаривать про такие, на такие темы. Ну, когда меня задевают, тогда я уже разговариваю. А мне вот сказал один человек, ну, это моя сестра, ты знал, истинно ушел. Я говорю, как я знал истину, и ушел от истины, если я быстро пришел? Второй том, открытым оком, брат, как раз, чтобы прям надо, ну, там вот все вопросы, как раз-таки разговоры с дектантами там разобраны вообще полностью. Вот я там, я сам оттуда учу, учу, учу постоянно сейчас, чтобы знать, как отвечать, что знать. Ну, там вот хорошо все это разобрано, Игнать Тихонович поработал вообще очень мощно. Да, я говорю, только вторая глава к евреям, 14 стих. Я говорю, ты в это веришь? Если ты веришь, то идет тысячелетнее царство, как Игнать Тихонович учил. Потому что Христос, чтобы смирить дьявола, он, ну, я с вами славами буду говорить, он же распался за наши, тем более за мои грехи. Идет тысячелетнее царство, а там вообще очень сложно с ними беседовать. Потому что есть одно пришельство, то второе, потом третье. Я говорю, а для кого будет тысячелетнее царство, если вся церковь будет у Бога? Так вот для мирян, ну, как бы для вот этих людей, которые не верят в Госы, для них, как бы сказать, тысячелетнее царство не надо. А мне, брат, он говорит, а для меня Бога ведь это деньги. Я говорю, а для меня Бога, да Иисус Христос. Да. Ну, благодарю, брат, за рассказ. И за это все надо рассказывать, потому что жизнь, это у каждого будет встречаться, поучаться этому. Мы должны знать друг о друге. А у нас большая семья. У нас один за человек в семье, только у меня есть пять братьев и пять сестер. И у нас такая семья, есть мирские, я православный, слава Богу. И есть пятьдесят, и мне говорят, ты заблуждаешься. Ну, я говорю, говорите, как я заблуждаюсь? Я живу по Библии, стараюсь жить. А по-ихнему это заблуждаюсь, потому что им уже по пятьдесят лет, по пятьдесят семь, и они с детства, как говорят, с молоком матери, мы верующие, понимаешь? У меня отец и мать были пятьдесятка, и сестры, ну, вообще у меня, как бы сказать, ну, за все, слава Богу. Ладно, продолжим. Благодарю. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус увидел его лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь быть здоров? Больной отвечал ему, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Вот интересно, да, что человек тридцать восемь лет лежит в болезни, и Иисус его спрашивает, хочешь лишь быть здоров? Он каждый год туда ходит, чтобы выздороветь, а Иисус его спрашивает, хочешь быть здоров? А там интересно, дальше, когда будешь считать, там удивительные слова Христа, то есть, указывает на то, что, видимо, туда приходили люди не только за исцелением тела, но и души, потому что он, когда получил исцеление, он тогда сказал ему, ты исцелился, больше не греши, то есть, чтобы ты не впал опять в грех, то есть, Бог просил тебя, и всё, и ты думаешь, что ты после не попадёшь в такой грех. Видимо, этот человек понимал, что он получил прощение грехов. То есть, это прообраз нашего крещения. Когда человек с первого покаялся, и Бог просил ему долги, да, его грехи. Чтобы бы ты прощал согрешающего брата против себя, как в этом притче, который говорится, когда Бог говорит, просил долг, да, тому, который просил долг больше, Бог просил, а он своему брату ближнему, он не просил долг. И что Господь там сделал? В темницу его просил. Да. А ещё, мне кажется, тоже указывает, то есть, какое смирение, да, человек проявил. 38 лет, он каждый день, какое терпение, ну, каждый вот этот период пытался туда попасть. И видно, что, и потом, в итоге-то, люди-то же там исцелялись, а вот именно он 38 лет туда не мог попасть. И для чего? Чтобы лично Господь к нему пришёл. То есть, у него такое смирение было, что Господь ради него пришёл туда просто. И там ещё интересно, что немощный же плоти, да, когда человек уже немощный плоти, он уже не грешит, у него уже только болезни, он понимает свою греховность, да, состояние греха. И представляю себе, тут приходит Мессия, то есть, обещанный Христос, в субботу, и исцеляет его. Он же исцелил вот от субботы, а Христос есть кто? Господин субботы. И как эти фарисеи и другие, как они злились, а? Да. И самое главное, вот мне кажется, ещё в чём, как проявилось-то его тут вообще вот это смирение. Ну, во-первых, то, что он не терял надежды, но каждый год находился там, терпение великое проявил. И второе в том, что он не надеялся на свои силы даже. То есть, в ответе он показал вот то, что он говорит, что не нахожу человека, который бы меня опустил. То есть, он на свои силы-то не надеялся, он надеялся, что ему помогут. В этом у него проявилось смирение. Смирение сердцем Бог даёт благодать. И то, что он смирился, да, то есть, он показал это вот нам. Вот когда у нас бывают болезни, да, нам тяжело, и это длится не один год, да, и мы начинаем роптать. А он столько лет, и он не роптал. То есть, у него уже там, уже всё, там ничего не осталось, ни ропота, ничего. Он только надеялся на Бога, то есть, на эту воду купели, что только Бог его может исцелить, ангел. Вот эта надежда, вот у православных бывает это уныние, да, всё, Бог меня не простит, я самый последний грешник, да, тоска вот это уныние, а у него этого нету. Он ждал этот момент столько лет, но я думаю, что если бы Христос не пришёл, он бы всё равно бы ждал ещё. Да. И вот читаем толкование. Терпение расслаблено, расслаблено изумительное. 38 лет он был болен, каждогодно ожидал избавления от болезни, но предваряем был сильнейшим. Однако же он не оставал и не отчаивался. Почему Господь и спрашивает его, желая показать нам терпение сего человека, спрашивает не для того, чтобы узнать, потому что не только излишне, но и безумно спрашивает больного, хочет ли он быть здоров. Он отвечает весьма кротко. Да, говорит Господь, я желаю, но не имею человека, который бы опустил меня в воду. Он не высказывал никакой хулы, не отвергает Христа, как предложившего неуместный вопрос, не проклинает день рождения своего, как мы малодушны делами, притом в болезнях лечайших, но отвечает кротко и робко. Хотя он не знал, кто спрашивает его. Но, может быть, считал Христа полезным для себя уже в том одном, что опустит его в воду, и потому хочет привлечь и расположить его к своим речам, к себе своими речами. Христос же не сказал, хочешь, я исцелю тебя, для того, чтобы не показаться числам. И вот самое интересное, вот эти же такие купели, вот исцеление, они ведь и сейчас у нас есть. Тоже такие же происходят чудеса около икон, каких-то там чудотворных, там источников, люди едут. Я лично знаю, вот татары вот у нас, там бесплодные, да, но вот Матроны Московской, когда там какие-нибудь мощи приезжают, вот кто не обращается, из татар, вот из мусульман, там всем, всем сто процентов практически. Ну вот, по крайней мере, я кого не знаю, кто обращался, все рассказывают, что все у них там, от утробы раскрывается, чудо, да. То есть Бог творит чудеса, в любом, то есть он позволит, да, направление это показывает людям, и сейчас тоже это есть. Но самое интересное, что вот, ну вот, мироточит иконы, да, начинают они мироточить. Чудо там, это, говорят, чудо. Ну, тут два варианта, откуда это может быть чудо. Может быть от дьявола, может быть от Бога. Вот если от Бога это чудо, то о чем оно говорит? Они вот начинают это миро, там, я видел, кресты там целоваться, мыть его там, продавать там, людей всего там купать в этом мире, которые, то есть все делают, то есть явно же, если Бог дает то, что иконы плачут, что речь-то о том, что надо плакать, изменять о себе, о грехах своих. А они это начинают использовать, начинают, я вот удивляюсь, просто крест берут, в этом мире опускают, и всех, все должны целовать его. То есть какие-то действия делать, которые вообще не влияют никак на человека. То есть и люди идут, 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 идут. То есть просто-напросто в никуда это все. И поэтому... А в Евангелии есть на это ответ, Вячеслав. Язычники были такие закаменелые с сердцем, и чтобы они уверовали, то есть даже во времена апостолов, и даже вот Пантелеймон, его отец же был самый захоренелый язычник, и он как уверовал? Когда принесли кого-то, расслабленного, кажется, в его дом, или слепого, и тот прозрел, и только он увидел это чудо, и отец Пантелеймона, мученика Пантелеймона, он уверовал в Иисуса Христа. И также римский военно-начальник, его сын, когда болел, то есть он когда спросил, в какой час уселился сын мой, и он понял, и он уверовал именно тогда, то, что именно в этот час Христос по слову его, он сказал, иди, сын твой здоров. То есть пока он уже скакал обратно, он уже, услышав речь от военно-начальников, он уверовал. Если бы не было этого чуда Христа, да, он бы не сказал, что сын твой уже здоров, скачи обратно, то он бы и не уверовал, хотя он тоже язычник был. То есть Бог дает таким людям, закоренелым сердцем, закаменелым сердцем чудо, потому что если они не увидят чудо, они не уверуют. Да. И самое интересное, через Матрону или через там каких-то других чудо. Говорите. Великомученцы о житье Великомученцы Ирины, да? Вот какие она чудеса, Бог ее и воскресал, да? И чудеса какие являл. Европ со змеями ее бросали, то есть змеи ее не трогали. И по этим чудесам язычники там, которые были, они уверовали, да? Житье равноапостольной Ирины, Екатерины, Варвары, то есть видя это мучение, да, Бог являл какие-то чудеса, и вот эти вот язычники, которые были во время, в то время, они уверовали. Также и Нина, просветительница Грузии, тоже, когда построили капище, идол вот это вот в Грузии, она помолилась, и там, я уже не помню, там этот столб, он и упал, или что там произошло, но именно поэтому чудо, вот эти вот язычники, которые были там, да, и жена вот этого императора, она уверовала именно. То есть не было бы чуда, они бы не уверовали. Если бы ушли, бы апостолы просто проповедовали, сейчас вот как делаем мы, Евангелие раздаем, да, и ты должен уверовать, то никто бы не уверовал. То есть этим людям нужно чудо, помимо Благой Вести. Также и Христос, он же учил три с половиной года, но помимо этого, он еще и исцелял, такие чудеса являл этим людям. Он же даже говорит этим иудеям, род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, да, а у нас-то православные, они везде ищут знамения, и по аластырям, и по мощам, и в Иерусалиме ищут знамения, вот они и похожи на это. То есть это называется прелюбодеяние, прелюбодей, род лукавый и прелюбодейный. Только чудо ищет, он не ищет истины Христа, спасения души, что он погибший грешник и завтра умрет. Он ищет чудо, чудо только, чтобы ему было на душе хорошо, мир в душе. Душевный человек. Самое главное, что вот эти все чудеса, они потом станут на суде еще большим осуждением. Если человек все эти чудеса-то имел, а веру евангельскую так и не приобрел, то есть к чему-то они ведут. И вот эти все почитания, вот сегодня Тихон Задонский, да, его величали, и это только в осуждение пойдет. Нам всем, людям, кто его почитает, те, кто, видя святых, видя их, как они жили, зная их, не подражали, а просто величали их только. Ну, величают, то есть им, но не подражают. А толк-то от этого величать? В чем величание происходит? Именно в том, что человек подражает вере, если вера правильная, евангельская. Хотя у Тихона Задонского вера-то, начало-то было у нее нормальное, евангельская. Сегодня рассказывал батюшка, говорит, что он ездил, исправлял, он когда был правящим архиереем, ездил, исправлял, то есть как можно больше хотел людей, то есть проблемы-то эти были. Ну, народ языческий, как всегда, был на Руси, и он этим занимался, по монастырям ездил там, ничего только не было. У него там письма. И потом, говорит, батюшка сказал, что он, говорит, понял, что он ошибочно все это делал, что это все зря он делал, и он углубился в себя и ушел в затвор. И вот такой у него вывод. То есть он отошел от этого евангельского пути, это я уже от себя добавляю. Получается так, то есть, шел как по пути апостола Павла и сломался, можно сказать. Его вот это монашество подкосило, которое ему это внушило, и там он уже, хотя он хорошие труды написал, для мирян особенно, очень хорошие. Но вот если так смотреть, житье так, это смотреть, то смотришь, что получается, что он отошел. Можно сказать, брат. Да. А вот я с тоталий хотел, вот она вспомнила, изначально, когда Яир, который пришел к Христу и сказал, чтобы он исцелил слугу или сына, я не помню, кого именно. И когда он сказал назад, он встретил человека и спросил, сколько это было, ему сказали, правильно? Да. А так получается, он верил в это, что если его, Иисус Христос, он верил в Иисуса Христа, что если он скажет, то сын его исцелится. Он слабо верился. Но веровал именно в тот час, когда он услышал, в тот час, когда Христос ему сказал, иди, сын твой исцелился, он тогда уверовал. Да. Он просто просил помощи, как бы звал врача на помощь. То есть не как, что это и есть спаситель мира, а просто как врач, какой-то человек, который делает чудеса. То есть ты хочешь сказать, что он не думал, что он спаситель мира, а что Иисус был как врач для него? Нет, конечно, он же и римский военный начальник. Так понятно, Наталья, я же тебе говорю, он же сказал, что не надо, чтобы ты приходил, это же это случай. Ты только скажи, и он выздоровеет, это это случай. Ты про это случай говорила? Нет, нет, их там два случая. Один слуга, и один когда сын. А, значит, я неправильно понял. Прости. Да. Слуга, это там была уже вера, у него очень совершенная, уже совершенная была вера-то. А у сына, а у сына была вера, вот которая у сына. У него как раз-таки была-то вообще очень плохая, поскольку он же, он решил даже проверить. То есть и когда совпало час, тогда только уверовал. То есть час, а если бы не совпало это, может быть и не уверовал-то. Я понимаю, просто он же пришел сам к Иисусу Христу, очень хочу сказать. Что он пришел, он же верил, что если Иисус Христу скажет, то он исцелится. Я вот поэтому хочу сказать. Другой случай, другой случай. Или он просто сказал, чтобы тот пришел и исцелил. Я тоже что-то ничего не понимаю. Ну вот у вас сын, сейчас, к примеру, у вас сын, да, и он болен. И вы к любому святому или мощам сейчас побежите хоть в Иерусалим, чтобы сын вас был жив. Вот так сделаешь же, это же римский военный начальник. А он сам не имел веры, что Христос исцелит, и у него веры не было. Он просто искал что-то для своего сына. Но он все равно пришел к Христу. Как его звали-то Иаир? Иаир, да. Это, по-моему, от Матфея там, какая голова, не знаю. Но это Матфея. Да-да-да. Это начальник синагоги по имени Ир. Это Иаир, у него дочь была. Это другой. Сейчас. Это дочь, у которого дочь-то умерла. Когда они шли, то она умерла. Так, это другой. Сейчас вспомним. Я недавно читал. Наталья, ты скажи, ты же читала, если ты привела это в пример. Сейчас. Сын мой болен. Такие слова, бруть там. Так. А вот пишет Игорь, что это сотник. Но римский сотник, неважно. Так, сейчас разберемся. Так что выяснить хотите? Там два случая, и надо разделить их, чтобы каждый понимал, о чем речь, да. Не, просто, если я так думаю, если он пришел к Христу, у него была вера. Да нет, это если он просто шел, вот как к Матроне Московской, вот татары идут, понимаешь, просто надежда есть, говорят, что он делает чудеса и идут к нему, вот все. Ну, то есть, он знает, что это чудотворец, и поэтому идет, а вера в том, что это Бог, ну, должен это вера, нету. Да. Во. У одного сотника слуга, которому он дорожил, был болен присмате. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшим просить его, что он пришел исцелить его. Так, и придя, придя Иисус, просили его убить, не говоря, он достоин, чтобы ты сделал для него это. Ибо он любит народ и построил синагогу, Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей и сказал ему, не трудись, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Это другой случай, кстати. Потому, из себя самого не почула достоин прийти к тебе, но скажи слово и вызови слуга мой. Вот у него уже тут вера-то совершенная. Ибо я подвластный человек, но имею в себя подчинение воинам, говорю одному, пойди, и идет, другому приди и приходит. И слуги ему сделай, и то делай. Услышав всего, Иисус удивился ему, обратившись, сказал, идущим взаимнороду, сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, посланные, и возвратившись домой, нашли больную слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый. То есть, это, видите, тот случай, совершенная вера, вот с сотником. Надо найти тот случай, который другой был. Не слуга, а сын. Да. Как это там, вот недавно читал, как бы набрать по этому. Сейчас. Вот, вот недавно же читали. Царедворец сказал ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. И Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. И он поверил в слово, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги и сказали, сын твой здоров. И он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, вчера в седьмом часу горячка оставил его. И из этого отец узнал, что это был тот час, который Иисус сказал ему, сын твой здоров. И уверовал сам и весь дом его. Вот. Это другой случай. Это уже царедворец. Он уверовал сам, и весь дом его по чуду. А весь дом его там, наверное, тогда же рожали там много. Это не два-три человека, как у нас. Весь дом его. Да. Да, да, да. И именно в тот час. Вот так же и мусульмане. Если у них какое-то чудо, то они все верят. Но чтобы их не убили, они это скрывают. И евреи есть тоже, которые уверовали во Христа, как своего спасителя, как Бога. Они тоже скрывают это. У нас был Евгений Травко и говорит, ну а как это иудеи? Вот они скрывают, не благовествуют, не говорят, что они уверовали во Христа, чтобы их вообще не знали из общества. А Игнатий Тихонович говорит, все это страх. Ты боишься чего? Плоти свои или жизнешки свои? Страх плоской. Наталья, это вот Сергей Славин. Наталья, а вот такой вопрос у меня. А как же, вот допустим, так как мы понимаем сейчас веру, если не по-нашему вышло, все равно вера и еще больше стоит. А вот, например, у тех, про которых мы сейчас говорили, людей, исцелили, а не верят, бегают там, ну и за мощами, они, в принципе, как бы очень счастливы в этом, да, но не по их... Они не веровали, они уверовали из-за чуда. Вот именно, я знаю, значит, если чудо не случилось, или оно обратный ход имело, то вот оно и сразу изобличение отсутствия на самом деле веры. Той какой, ну как бы, верить в чудо, это не вера на самом деле. Верить в чудо, это, ну как бы, институционное поведение просто. Радость. Да. Это все равно, что газете... Это все времена, когда не было Евангелия, да, вот Бог давал такие чудеса, когда начала церковь расти, первый, второй, третий век, да, сейчас где вот эти вот чудо? Сейчас уже у нас, к нашему студу, есть Библия, 77 книг, есть толкование святых отцов, какое чудо еще надо? Самое большое чудо. Да, есть чудо, да, само. Ну да, я имею в виду, какое еще нам чудо, если чудо, если на русском языке написано, на синодальном переводе Библия. А тогда же язычники, как они, если неграмотный будет, еврит, читать там, даже эти книги Тору Моисея, если самаряне, к ним приходил священник, и то один у них не было священников и учил их. Ну да. Так вот еще же сказано, что грех перечерпит все. Здесь получается как, что как бы они в чудо не уверовали, поскольку они греховную природу не затронули свою совсем, то у них уже и по этому параметру препятствие грандиозное. На пути-то стоит непросто, они и Слово Божие даже и не поймут его с таким как бы направлением, что только на чудо. Они его даже и услышат, могут как бы извратить, что ли, учитывая вот эту греховную природу, которая вообще не тронута она, вот девственно, греховно-девственно, так сказать. Ну вот возьмем даже баптистов или пятидесятников, да, было покаяние, может у них там собрание, были какие-то чудеса, кто-то исселился от рака, вот знает, у Игнатия Тихонович на канале, баптистка, у нее сыны, допустим, отселились. Много таких случаев. Одна женщина, которая селилась от рака, да, и она осталась в этой общине баптистской, да, она не искала истины, она учение приняла, особое утверждение Христа, церковь она отвергла вообще. То есть она получила чудо, она получается вот какое-то вот это чудо, она приняла, она покаялась, да, но она дальше истину-то не искала, а те люди, они же не имели Библию, на каждом своем языке, в те времена. И эти даже, которые сейчас, которые даже эти татары или мусульмане, кто там, если у них есть на ихнем языке и толкование на ихнем языке, чтобы они понимали. Дело в том, что Библия, она-то напечатана на многих языках, да, а толкование на этих языках есть, еще на в описании. Ну, сейчас-то есть уже толкование на татарском? Есть же. Нет, толкование, я не думаю. Нет, само. А в Писании как-то есть, толкование нет. Писание есть, толкование нет, переводы. Ну, где толкование на японском языке, на китайском, на курдском и другие. Писание есть, а толкования нет. Если было бы, тогда люди бы знали бы. А вот объективно, Наталья, как здесь происходит? Вот когда такое чудо им совершается, им получается как? Как кредит, что ли, такой определенный? Благодати, да? вот, мы посмотрим, вот, Продолжение следует...